Привет, любознательно! Сегодня узнаем, как похитить данные при помощи вентилятора и познакомиться с суровым уральским 3D-принтером. Подробности далее. Исследователи из университета имени Бен Гуриона в Израиле продемонстрировали способ похищения данных с помощью системы охлаждения. Методу дали название «Фансмиттер». Исследователи установили на персональный компьютер специальное приложение, которое изменяло скорость вращения системы охлаждения в зависимости от передаваемых данных. Информация об изменении в работе вентилятора передавалась на смартфон ученых. «Фансмиттер» имеет невысокую скорость передачи данных и небольшую зону покрытия. Однако для использования этого метода не требуется выход в интернет, что позволяет похищать данные с любых изолированных устройств, в которые встроен вентилятор. Данный метод не подходит для считывания больших объемов информации, но с его помощью можно похитить, к примеру, базу паролей. Распоряжением правительства Российской Федерации утвержден новый состав Совета одного из основных учреждений в организации отечественной науки Российского фонда фундаментальных исследований. Согласно документу, членом Совета стал директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, руководитель стратегической академической единицы «Трансляционная 7П медицина» профессор Андрей Павлович Киясов, единственный представитель научного сообщества Приволжского федерального округа в Совете. Ученые регионального инжинирингового центра Уральского федерального университета представили отечественный 3D-принтер, на котором можно будет печатать широкий спектр изделий от ювелирных до сверхпрочных промышленных деталей из титана. Он работает с металлическими порошками из медиа, алюминия, железа и титана. По данным разработчиков, скорость плавления на данном 3D-принтере до 2 метров в секунду. Максимальная температура плавления более 3000 градусов. На данный момент ученые разрабатывают линейку из 14 отечественных аддитивных машин. В серийное производство разработка будет запущена летом 2017 года. Это были самые важные новости науки на сегодня. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова